Чао, дорогие мои, с вами передача Утренняя Почта, ее курьер Валерий Утросин и наш гость Никита. Всем привет. Мы беседуем с активистом движения Мотолибера, пока вы пьете вашу утреннюю кафу. Где твоя утренняя кафа? О, вот твоя утренняя кафа. Да, вот моя утренняя кафа. Становится доброй традицией пить кафу, утреннюю кафу в утреннем эфире. Ну давай, начнем наш разговор. Где живешь, кто по жизни, чем занимаешься? Живу сейчас в Мотолибера-Сити, в Черногории. По жизни я программист, делаю игрушки, ну, видеоигрушки. А так как-то уже немножко подустало, честно говоря. Хочется как-то сменить сферу деятельности. Рассматриваешь что-нибудь внутри проекта для смены сферы деятельности? Да, в том числе. Я открыт, так сказать. Мой разум открыт для всего. Мы это запомним. Поскольку у тебя начинается утро? Утро у меня начинается, ну вот, месяц назад оно у меня начиналось в 6 утра. Сейчас оно у меня начинается в 7, потому что работа. Потому что она находится в другом часовом поясе, где-то в Урале, в Сибири. Поэтому я вот так рано стою. Ясно. Успеваешь поесть перед работой? Перед работой нет, я уже на созвоне такой... Да, я проснулся, я работаю. Ясно. А что ешь обычно на завтрак? Обычно хлопья с молоком, иногда делаю яичницу с беконом, иногда варю кашу, так, быстро заварную. Хорошее разнообразное питание. Стараюсь. Чем занимаешься сейчас в Монтелиберах? По большей части я участвую как экономический агент. В том смысле, что я там участвую в токеномике, что-то там прихожу в клуб, там, так сказать, пользуюсь услугами, оплачиваю услуги. Там оплачиваю наш ситимобиль в сити. Также, соответственно, я арендую квартиру в сити. Получается, я плачу за квартиру в фонду, и у меня в том же фонде есть токены, за которые получают дивиденды. Короче, это сложно работает, но вот как-то так. Еще немного работаю доработкой кошелька Solar, который мы все никак не можем вывести, но так, в очень лайтовом режиме. Не хватает времени и дисциплины именно заниматься. Вот как-то так. Очень ждем доработанного кошелька Solar, где не будет этого дурацкого спама транзакциями. У вас вроде есть уже релиз какой-то для телефонов вроде. Да, да, он есть. Там единственная запара, что мы хотели вывести его в Store, но это как бы не всем нужно. Там бета-версия, в принципе, уже давно есть, она работает прекрасно. Но мы хотели вывести в Google Play и на iPhone. С iPhone приключилась великая беда, и скорее всего с ним не получится, может быть, потом. В общем, там человека подставили, и там Apple всем. Apple сказал, что вы какую-то фигню нам запостите, запостили, мы вас забаним. iPhone это такая закрытая система, что просто так взять файлик и установить там не получится. Нужно работать именно с Apple, чтобы он это разрешал. Осуждаем, так сказать, поведение Apple. Да, осуждаю. На самом деле мне нравится вся эта система, но ее закрытость, она мешает, конечно, разработчикам и свободному распространению программного обеспечения. Что тебе запомнилось из последних событий? LibertyCon, конечно, когда половина сити просто взяла и уехала куда-то в Грузию. Значит, у нас тут все разрыли. Я приехал, тут уже как бы работа кипела, а сейчас даже вообще все приехали, посмотрели на свои участки, увидели, что... Ну, собственники земли приехали, увидели, что все заросло. Земля вот такая там, уклон 20-30 градусов, это все нужно копать, чтобы там что-то построить. Но вот все разрыли, у нас теперь тут горы песка. Вот, потом из новостей, что недавно объявили сбор средств на покупку новой земли, вот как раз именно вокруг сити для расширения. Потому что у нас пул земли на вторичном рынке уже опустел, там все выкупили, вроде бы никто продавать не хочет. А вот землю рядом уже собираются покупать, это хорошо. Будут новые соседи. Да, да. Так что ждем. Потом у нас сити появился автомобиль, как раз от тебя, Валера, потому что без автомобиля тут тяжеловато. Но вот некоторым жителям очень даже хорошо, как, например, Серегану, ему очень даже хорошо без машины здесь. Мне не так хорошо, я прям почти каждый день пользуюсь. Как-то первый каршеринг в Черногории, в Монте-Либерасити. Да, да, да. Постоянная рубрика «Факты о либертарианстве». Известный либертарианец и один из основателей PayPal Питер Тиль инвестировал в создание плавучих свободных городов, которые будут находиться в международных водах и функционировать вне юрисдикции какой-либо страны. Ты что-нибудь об этом вообще слышал? Я ожидал сначала, когда ты сказал про PayPal, что ты скажешь про Илона Маска, но нет, вот не слышал ничего такого. Но он не стал размениваться на плавучие свободные города, он хочет себе свободную планету под названием Марс. Желаем успехов, что можно сказать. Интересно. Чего тебе сейчас не хватает? Вот, пожалуй, как раз переоценки того, чем я хочу сейчас заниматься в принципе, а также дисциплины для того, чтобы начинать дела и не бросать их. Вот, пожалуй, то, что мне не хватает. Кажется, тебя начинает пожарать черногорская палака. О, да. Эксклюзивный вопрос тебе от меня. Как получилось, что ты поселился в Монталибера-Сити? Вообще, я когда уезжал из Грузии, там, я, получается, там жил полтора года, так что я слежу за вами, как вы там, за вашими приключениями там. И, в общем, когда я оттуда уезжал, я рассматривал для, так сказать, долгосрочной перспективы Сербию, Черногорию и, возможно, где-нибудь там, в Южной Америке. Вот, значит, посетил Сербию, интересно, хорошо, люди хорошо относятся, улыбчивые, добрые. Посетил Черногорию и вот тут прям зашло. И я уже как бы до этого слышал про Монталибера, я был подписан на соцсети, они там как-то так очень редко обновлялись, но я просто держал в голове, что вот, тут есть в Черногории, как раз в баре, какое вот движение либертарианцев, я как раз немножко был в теме, и я просто такой решил пойти на МТЛ-завтрак и вот познакомился с ребятами, все очень классно, мне понравилось. Вот, и получается, через месяц я уже переехал сюда на долгосрок. А почему именно Мотолибер-Сити? Я подумал, а почему бы и нет? Почему бы и не Сити? Хорошо, стремительно развивались события, и теперь у нас есть такой в Сити, замечательный такой сосед. Постоянная рубрика «Слово дня» на Черногорском, я говорю слово, ты пытаешься, а может быть, знаешь его значение, говоришь какое-то значение, я говорю, прав ты или нет. Куча. Куча? Это же дом. Точно, это дом. Но это было простое. Но я думал, вдруг ты, ты ж недавно тут у нас, ты мог такие вещи и не знать. Нет, куча. Иду домой. Но тем не менее, все равно достаточно смешно, что вот такая вот куча, а это дом. Вопрос от предыдущего участника, а это была Мия. Что тебя привлекает в либертарианстве? Мне нравится в либертарианстве идея естественных прав, где во главу угла ставится жизнь и частная собственность каждого отдельного человека. В государстве все не так, там наоборот. Государство владеет всеми ресурсами, которые считают своими, а граждане те же самые ресурсы, и оно ими как-то распоряжается. И получается, что права уже дают не с самого начала, а как-то, ну вот на тебе какие-то права, чтобы ты как бы не бунтовал. Вот, то есть как-то вот так, снисходительно получается, чтобы человеки не качали лодку. Вот, и эти права, они могут меняться в зависимости от политического фона, когда-то их может быть больше, когда-то их может быть меньше, и это, конечно, неприятно. Затем отсутствие налогов. Я хочу сам распоряжаться тем, куда мои деньги идут, а куда они не идут. В общем, мне окажется хорошей идеей добровольные налоги. Или если государства вообще нет, налогов нет, то это какие-то подписочные модели. То есть там есть какая-нибудь служба, там, не знаю, управляющая компания, там еще какая-то управляющая компания, там еще какая-то управляющая компания. Я там плачу по подписочной модели какие-то денежки. Вот, я там не буду платить за то, что я не хочу, буду платить только за то, что я хочу. Ну и нравится то, что либертарианство передает ответственность за управление своей жизнью в свои руки. То есть да, это сложно. Обычно как? За тебя распоряжается какое-то правительство, какие-то там социальные службы, они этим всем управляют, но они могут тебя подставить. А тут ты, получается, их обязанности берешь на себя, это может быть сложно, но зато это честно и тебе никто не может навредить и воспользоваться твоим положением, зависимым. Вот как-то так. Вы послушали передачу «Все либертарианство за пять минут» от Никиты. Да, подготовиться. Можно прям вырезать и отдельно показывать этот ролик. Прям, как это говорится, базу выдал. Молодец. Так, а теперь вопрос от гостя ко мне. Спроси у меня что-нибудь такое. Ах, чтобы, чтобы, чтобы. Блин, вот знаешь, это единственный вопрос, который я пропустил и не подготовил. Ну давай, экспромтов, импровизируй. Ладно. Даже не знаю. Что тебе больше всего понравилось на «Либерти Коне»? Чего выступления? Мне понравилось выступление Фридмана, вот самое первое, практически, с которого началось. Он рассказывал как раз, как жить по законам и без государства, вернее, не по законам, наверное, но в общем, как жить без государства, какая там правовая рамка получается, каким образом это все будет инфорситься, если, допустим, кто-то неправильно себя ведет, как его за это будут наказывать в случаях отсутствия государства. Эта тема очень близкая к нашему сообществу и тем, чем занимаются сейчас суды, вернее, суд Монтелибера. Эти вопросы все время поднимаются. В общем, на самом деле, он не сказал ничего такого, чтобы я не знал, он просто стематизировал, подвел под это исторические какие-то вопросы, рассказал, как в настоящем это может быть, что ожидается в будущем. В общем, я понял, что у нас совпадает направление движения с тем, как считают светочи либертариатские мысли, и мы в этом отношении находимся в мейнстриме, и, как мне кажется, все правильно делаем. Отлично. Интересная тема. Интересная лекция. Да, ну и кроме того, он чуть ли не единственный, который сделал нормальные слайды, и там можно было прочитать основную мысль, и потом спокойно воспринимать, что он говорил по-английски. Что для тех, кто не очень хорошо знает английский, прям очень помогало вникнуть во все особенности доклада. Пойдем дальше. Вопросы от зрителей. Ефиотов 1976 спрашивает, какую численность сити ты считаешь для себя оптимальной? Ну, имеется в виду жителей. Ага, жители. Я когда услышал этот вопрос, вспомнил такую историю. Не помню, где это происходило, но, в общем, вот. Значит, в одном древнегреческом полисе, городе-государстве, пришла пора возводить городскую стену. Но никто не знал, насколько большую территорию нужно огородить. Значит, жители нашли самого древнего старца и задали ему вопрос, какого размера должен быть город. Он ответил, город должен быть такого размера, чтобы, когда я стою на городской стене, я крикну, и на другой стороне стены меня должны услышать. Сейчас уже коммуникации развились. Лучше, чем просто кричать с одной стены на другую. Но, мне кажется, что-то в этом есть. Мне нравится, когда все друг друга знают, что бывает в каких-то небольших городах, в каких-то комьюнити, селах, где все так медленно, люди никуда не спешат. Потому что я сам из небольшого города, и мне нравится эта медленность. Поэтому, мне кажется, оптимальным будет размер, ну, учитывая реалистичность того, что тут территория зажата между гор, ну, не знаю, тысяч пять-десять тысяч человек, мне кажется, оптимально. Ну, в принципе, это совпадает с таким размером небольшого городка в Черногории. Они, правда, тут все не сильно большие. Ну, пять-десять тысяч человек, это уже большой городок по местным меркам. Ну, бар 15 или 20, сколько там. А, ну да. Ну, до пятидесяти тысяч населения нам, конечно, еще расти и расти. Ну, и стены мы строить не будем, будем кричать так. Так, можно просто найти место повыше, закраться на крышу и кричать, а что это вы там делаете? Пойду к нам, вино пить или еще что-нибудь такое. Жизнь не утверждающая. Расскажи о каком-нибудь личном событии. На прошлые выходные ездил первый раз в национальный парк Дурмитер. Я специально проверил, на какой слог правильно ставить ударение, оказывается, Дурмитер. А, горы прекрасные. Я посмотрел по прогнозу, там обещали снег. И снега навалило так, сколько не валило вот за всю зиму. То есть там просто все офигели. И я подготовился там, на машине все, там зимняя резина была. И было вообще супер. Там, это было такое сафари. Мы просто ездили, смотрели в окно и ахали. Вот, я люблю такое. Рекомендую, что есть, всем съездить зимой в Дурмитер или по снегу. Да, рекомендую. Сейчас это была скорее аномалия. Сейчас уже снега, наверное, не будет. Но вершины заснеженные. Вершины еще заснеженные. Предложи, какого ты хотел видеть в следующем выпуске? Коста уже был? Коста? Нет, не был. Можем позвать. Какой вопрос ты ему хочешь задать? Коста был в Южной Америке, насколько я знаю. И мне интересно, что он думает насчет того, является ли какая-нибудь южноамериканская страна подходящей базой для либертарианского проекта. И какую страну он считает более подходящей для жизни. Хорошо, принято. Рубрика «Call to Action». Призови людей делать что-то, что ты сейчас считаешь важным. Сейчас наступает сезон летний. И мне кажется, это хороший повод съездить в Черногорию, посмотреть, познакомиться с проектом Монтелибера, найти друзей, участвовать. Вот к чему я призываю. Отлично. Все флаги в гости к нам. А я заодно призываю подписываться на этот канал, ставить лайки этому видео, писать комментарии, как оно вам понравилось, вообще писать вопросы следующему гостю. Ну, мы прощаемся с вами, увидимся в понедельник. Ты не скажешь всем пока? Пока. Чао. Много всего про либертарианство, прям вообще базу-базу выдал. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!